Доброе-доброе утро, дорогие телезрители! Продолжается прямой эфир программы «Добрый ранец Беларусь» Сегодня на календаре 7 сентября, пятница Евгений Перлин и Надежда Тимофеева встречают с вами это утро А уже 9 сентября, то есть послезавтра, зрители главного канала страны ожидает премьера художественно-публицистического цикла «Истории спасения» Это новый проект, который расскажет, как сотрудники МЧС вместе с обычными людьми оказывают помощь в критических ситуациях Я ничего не помню, что происходило Основано на реальных событиях Дети смотрят мультики, а на крыше дома – попытка взрыва газа 9 этажей и сотни жизни 3 истории спасения 3 звонка Премьера В воскресенье на Беларусь-1 Перед премьерой к нам в гости заглянули заместитель директора телеканала Беларусь-1 Руководитель проекта Сергей Шишко И официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий Доброе утро Доброе утро Доброе утро Беларусь-1 предлагает подсмотреть за работой, пожалуй, наверное, самых мужественных людей в нашей стране Спасатели, расскажите вообще, что ждет зрителей, что мы увидим, как это выглядит Ну, в первую очередь, телевидение – это зрелище, хорошее, интересное И зрители увидят, в первую очередь, это развлекательный проект Ну, потому что, на самом деле, там будут... Как это сочетается? Я сейчас объясню, телевидение – это развлечение Ну, как бы мы ни крутили, там... Люди включают телевизор для того, чтобы развлечься, посмотреть что-то интересное Так вот, я хочу сказать зрителям, в первую очередь, это будет очень интересно Конечно, там будут трагические моменты, какие-то интересные истории Спасения людей и животных в том числе Вот, поэтому, вот, всем этим наполнена наша программа Ну, а нам очень нравится то, что вот, может быть, слегка в развлекательном, в таком слегка расслабленном формате Даются очень-очень важные вещи Когда-то посчитали ученые Среди тех людей, которые гибли, получали травмы на глазах у очевидцев Примерно 85% можно было бы спасти, если бы люди знали, как действовать И вот примеры небезразличия Когда не прошел мимо, обратил внимание Сделал то, что должен был сделать Пришел на помощь И эти примеры действий и как наших работников, так и простых граждан Вот это вместе очень сильно, мне кажется, ну, повлияет на зрителя И мы задумаемся о том, а как я буду делать, если у меня дома начнется пожар Что я буду делать, что мне предпринять, чтобы у меня дома не произошел пожар Вот эти вот все вещи, мне кажется, что они будут замечательно вместе Хорошо работать Раз уж, ну, полетно Вот шоу с этой точки зрения Расскажите, а насколько реальны истории, которые мы увидим в проекте? Все истории абсолютно реальны Ни одной вымышленной истории Там будут, конечно, некоторые реконструкции Потому что камера не всегда присутствует в какие-то моменты Но там будут и настоящие герои, которые выжили, которые прошли через какие-то трудности Виталий, а бывают такие моменты, когда камера присутствует в момент реального спасения? Такое бывает, разумеется, но, конечно, не часто Потому что первоочередная задача, это, конечно же, спасатели не снимать кино, а спасать человеческие жизни Но вот я назову вам цифру Каждые полтора-два часа примерно в стране работники МЧС приходят на помощь человеку И я говорю не о каких-то, может быть, бытовых ситуациях Там кольцо на пальце застряло, нельзя снять А ситуация, где есть угроза жизни, здоровью И где могли бы быть непоправимые последствия Для нашей страны это много, мало Их больше 6 тысяч, получается, за год Происходит вот подобных ситуаций, подобных историй И вот увидеть, что это такое Увидеть, что, к сожалению, это может произойти с каждым Ну, я повторюсь, научиться, как сделать, чтобы этого не допустить Вот это очень важно И вот эти вот истории, может быть, вроде бы как простые Но очень интересно, подробно раскрываются И, ну, мне кажется, будет... Как вы выбирали истории для проекта? Ведь вы сами сказали, их колоссально много Как выбирать вообще? Ну, вот в этом плане, конечно, тут в съемочной группе было, конечно... Сергей Иванович, скажите Нам был предоставлен огромный список историй Из которого мы с нашим коллективом нашей программы Естественно, все это отбирали Ну, смотрели, читали А брали с упором на что? На то, что, вот посмотрите, как не надо делать Либо как ужасно иногда бывает? И то, и другое Ну, я думаю, что если кто-то, посмотрев одну из ситуаций, которую мы покажем Сделает какие-то выводы Не знаю, не будет после этого заплывать за буйки Или бережно обращаться с дикими животными Или там еще какие-то ситуации И он, ну, не попадет в эту ситуацию Я думаю, что мы уже что-то сделали Вот насчет того, как ужасно это бывает К сожалению, статистика такова И рейтинги таковы, что зрители как раз-таки привлекают такие экстремальные ситуации Ужасающие те самые видео, которые мы иногда наблюдаем и в социальных сетях И в каналах, в мессенджерах различных И именно эти видео набирают самое большое количество просмотров И здесь, чтобы не говорили зрители Вот, показывают одну чернуху на телевидении Так это как раз-таки люди хотят увидеть Парадоксально Что будет в первом эпизоде, расскажите В первом эпизоде у нас будет парасуицид Будет нападение волка И будет серьезный пожар То есть не одна история на выпуск? Да, в каждой программе примерно три истории Иногда четыре Ну, это даже звучит, если честно, страшно А вот как герои, которые принимали участие в съемках Относились к тому, что вы будете задевать вот такие сложные истории из их жизни? Ну, сложно было уговорить очень многих Те, кто прошел через это принять участие в программе На самом деле сложно Но люди пошли на это Вы с этим справлялись? И я в том числе И я в том числе Ну, вот мне кажется, что авторам удалось пробить вот этот вот барьер Когда мы смотрим эти видео ужасные, там, рейтинговые Мы думаем, ну, это же не про меня Со мной такое никогда не может произойти Ну, вот Сергей назвал три ситуации Но ведь каждый может где-то что-то рядом с таким человеком Оказаться с подобной ситуацией Мы можем пойти в лес, и там окажется дикое животное Как делать? Как поступить? Что вообще делать? Вот, смотрите программу Виталий, а каково вам? У Нади была одна схватка с диким животным Она боролась с белкой Но она эту историю предпочитать не вспоминает Да, укусила меня за пальцы за орехом Возможно, мы снимем тоже одну из историй Впереди, да Кто знает, сезон будете закрывать, например Виталий, а каково вам было на съемках? Все-таки человек с серьезной профессией Который спасает жизни Видит каждый день что-то такое страшное Чего бы не хотелось видеть на самом деле А тут об этом на всю страну вам рассказывать Ну вот в том-то и дело, что удалось оградить, может быть, от неких шокирующих подробностей зрителя Но вместе с тем передать атмосферу, передать чувства, которые испытывает человек Который видит, как горит дом, дом соседа И вот дальше у него решение Снимать на телефон Снимать на телефон Звонить в 101 Как принимается это решение? Ведь это секунды И очень у многих людей, это психологи говорят, есть реакция Бей-беги То есть, ну, бей-то что-то делай А беги-то вот такой ступор, когда просто человек в шоке не знает Вообще просто растерянный Люди в стрессе и номер 101 могут забыть Даже не сообразить, что нужно звонить И вот то, каким образом удалось передать Вот как за секунды ты принимаешь решение Это решение оказывается правильным И вот он, спасенный человек Живой, здоровый Ну, это круто, это бесценно, по-моему Спасибо большое вам за то, что пришли Заинтриговали нас И я уверен, что сейчас зрители как раз-таки Обязательно запомнят время выхода программы 9 сентября премьера Во сколько включать первую кнопку? В 9.50 В 9.50 Просните ради этого пораньше И первыми посмотрите новый проект Телеканала Беларосса-1 И МЧС истории спасения